This conference will now be recorded. Поскольку я уже достаточно давно преподаю в специалисте, веду курсы по тестированию, то, естественно, на каждой группе для начинающих тестировщиков так или иначе всплывают вопросы о том, где искать работу, как искать работу. Поэтому вот мы решили сделать такой семинар, где мы бы обсудили все эти вопросы. Значит, немножечко о себе. Зовут меня Ушакова Елена Сергеевна. Я работаю... Я тебе сейчас по шапе надаю. Арк, заткнись! На место! Я работаю в команде, в фирме, которая разрабатывает программное обеспечение для авиакомпании. У нас очень большой стэк различных. У нас и своя информационная система, которую мы предоставляем авиакомпаниям. И просто на заказ разрабатываем достаточно много программного обеспечения. Ну и вот, собственно говоря, все начиналось давным-давно, в 98-м году, когда я буквально с улицы пришла на работу и пришла именно тестировщиком. Просто вот, честно, по объявлению в газете, не имея никакого опыта. Ну, единственное, что у меня, правда, нужно честно сказать, у меня образование очень близкое к этому, не техническое. Но у всех не слышно? Спасибо. Ольга, ну тогда вы просто перегрузите свой вебинар. У меня математическое образование, вот поэтому, конечно, немножечко мой опыт может показаться нерелевантным. Во-первых, в 98-м году даже официально такой профессии не было, как тестировщик. Ну и плюс, конечно, специальное образование. Но, тем не менее, пришла с улицы по объявлению в газете, тестировщиком. Ну и постепенно-постепенно, как бы, наша система развивалась, разрасталась. И постепенно я стала, доросла до руководителей проекта. И сейчас я, наверное, для тестировщиков выступаю, ну, во-первых, в роли руководителя, потому что у меня команда смешанная, то есть и программисты, и аналитики, и тестировщики. Ну и плюс, конечно, выступаю в качестве, скажем так, периодически нанимателя, да, то есть человека с другой стороны, человека, который ищет специалистов. Это бывает, правда, крайне редко, но, тем не менее, это специалисты. Поэтому я думаю, что я вам расскажу что-то, может быть, интересное и с другой точки зрения. Я прошу прощения, тут написано практика разработки требований. Конечно же, не практика разработки требований, а курс тестирования ПО. А вот ближайшая группа стартует 16 августа, это действительно так. Ближайшая группа стартует у нас 16 августа. Ну и сразу еще хочу сказать, что я дальше буду говорить, и мы с вами посмотрим, что на самом деле для тестировщика очень важно много чего знать. Вот всегда говорят о том, что когда вот я спрашиваю на курсе начинающих тестировщиков, а почему, собственно говоря, вы пришли на этот курс. Ну и, как правило, слушатели отвечают, что вот я решил сменить профессию. Да, бывает, есть и слушатели, у которых уже есть опыт, и они скорее хотят систематизировать свои знания, может послушать, что есть в теории, до чего-то они дошли сами, а что есть в теории. Ну а чаще всего приходят на курс люди, которые хотят сменить профессию, и при этом они, как правило, говорят. Ну вот мне сказали, что проще всего начинать тестировщиком. Должна сразу вас, наверное, расстроить, что, ну, не проще. Дело в том, что, с одной стороны, да, берут без опыта, образование как такового, в принципе, нигде на тестировщика получить нельзя. Вот так, чтобы прямо вот была написана специальность тестирования, программного обеспечения. Нет, такого нет. Но, тем не менее, от тестировщиков очень много чего требуется знать. И поэтому, помимо курса, собственно говоря, для тестировщиков, еще, конечно, хорошо и полезно знать, например, такие вещи, как SQL, значит, такое там REST, что такое сетевые протоколы, там, команда Linux, ну и так далее. А поэтому вот все это есть у нас в центре, то есть на ваш вкус все, что нужно. Я ни в коем случае не хочу вас призывать к тому, что нужно там окончить все тысячу курсов, чтобы стать тестировщиком. Нет, конечно же. Но выбор есть. Я пропущу. Ну и давайте, собственно, пойдем уже по теме. Собственно говоря, что нужно знать начинающему тестировщику. И вот тут, конечно, начинается такая, я бы сказала, некоторая проблема. Конечно же, сейчас уже вы не найдете ни одной вакансии, где бы писали о том, что, ну, там, приходите с улицы, кто бы вы ни были, мы вас возьмем. Даже для стажеров, тестировщиков, даже для, там, ну уж не говорю про джуниоров, да, то есть вот, тем не менее, всегда речь идет о том, что представление о том, что такое тестирование, чем оно, чем занимается, нужно, конечно, знать. И это нужно на самом деле больше для того, чтобы работодатель увидел, что вы, вообще говоря, интересуетесь, вы заинтересованы в этой сфере деятельности. Потому что, на самом деле, вот меня, например, как работодателя, интересуют люди, которым, ну, скажем так, которых не нужно уговаривать работать, как это банально бы не звучало, которым не нужно рассказывать, а как это интересно. Потому что, если вам не интересно, то, к сожалению, ничего хорошего из этого не получается. Вот я вам честно могу сказать, что, если вы думаете, что, ну, да, вот, говорят, в IT хорошие зарплаты, и в том числе у тестировщиков достаточно хорошие зарплаты, ну, вот, да, мне как-то не очень, но пойду ради зарплаты. Человек, он же разумный, и у него есть такая хорошая особенность, когда, вот, сказали надо, да, и вот он работает за надо. И да, какое-то время можно проработать на этом, но недолго, это раз. Второе, от этого очень сильно страдает качество работы, и в первую очередь качество тестирования. Потому что, вообще, тестирование, нужно честно сказать, это, в общем, такая достаточно творческая деятельность. В ней нет ничего, чтобы можно было сказать, там, вот по шаблону делай так, или вот обязательный, там, 25 шагов, выполни их, и будет все хорошо и здорово. Нет, это абсолютно не протестирование. Поэтому, помимо того, что вы должны знать какие-то основы, да, я вот, кстати, тут на слайде привожу пример, это просто я вот открыла HeadHunter, и просто вам показать. То есть это вот вакансия тестировщик-стажер, как видите, да, понимание основ тестирования, да, дальше смотрите, интересный момент, знание предметной области. Это вот, кстати, вот такой, сразу вам выдаю то, что вот сейчас называется лайфхаки, да, обращайте, пожалуйста, внимание, если у вас есть какой-то опыт другой деятельности, да, там, ну, не айтишной, а какой-то другой, очень много в вакансиях, где для тестировщиков, пишут про знание предметной области. И если, как бы, у вас нет опыта, но вы знаете предметную область, ну, например, вы работали, там, не знаю, бухгалтером, но вот, ну, вот, надоело, хотите что-то другое, начните поиск работы именно с тех вакансий, где пишется, что мы разрабатываем бухгалтерское программное обеспечение или что-то в этом духе. В каждой вакансии обязательно, ну, давайте, чтобы не быть голословной, смотрите, да, в каждой вакансии обязательно пишется, кто, что, чем занимается, то есть вот в заголовке. Читайте эти заголовки, смотрите, если вы специалист в какой-то предметной области, это ваш плюс, это ваш козырь, и его нужно, конечно, демонстрировать. Да, у меня нет опыта тестирования, но зато я хорошо знаю предметную область. Я знаю, что такое тестирование. Я различаю регрессионное там и функциональное тестирование и так далее. Значит, делаем акцент на своих сильных сторонах. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Следующий нюанс, о котором я хочу сказать, это то, что, конечно же, очень-очень желательно, и большинство вакансий об этом указывается, это техническое образование. Если не техническое, то какое-то обязательно айтишное образование. Да, там, ну, во многих экономических вузах есть тоже специальность, там, айти и так далее, это тоже подходит, это хорошо. Если у вас, скажем, образование гуманитарное, то тоже не надо отчаиваться, потому что и такие вакансии тоже встречаются. Не знаю, я себе тут оставила ее, сейчас пустяну-ка пролесну. Где-то прям была вакансия о том, что, вот, пожалуйста, высшее, неполное, высшее, техническое или гуманитарное. Опять-таки, это все вот просто примеры с того же HeadHunter, буквально вот свеженькие за последние там 2-3 дня я вам показываю. Значит, на что еще мы обращаем внимание? Значит, когда ищите, конечно же, в первую очередь обращайте внимание, где написано там стажер, ученик и так далее. То есть это, как правило, всегда без опыта таких людей берут, и об этом обязательно подчеркивать. И какие тут требования? Иметь представление о тестировании программного обеспечения. То есть, понимаете, просто так вот с улицы мне, там, моя подружка сказала, как здорово в тестировании, и я вот захотела. Нет, сейчас таких уже, конечно, брать не буду. То есть, но если вы, например, скажете, что вы закончили курсы, или вы прочитали какие-то книжки, то, естественно, это уже просто сейчас, ну, такой вот обязательный момент, я бы сказала, при поиске работы. То же самое хочу еще подчеркнуть. Смотрите, да, они боятся разных технологий, платформ, операционных систем. Вообще, IT, это очень гибкая, очень быстро развивающаяся отрасль, и поэтому вот это вот умение и желание понимать новое, не бояться, говорить, я выучу, я почитаю, я сама, да. То есть это тоже крайне важные моменты, которые, скажем так, на собеседовании покажут вас с лучшей стороны. То есть, что вы готовы саморазвиваться, да, не потому что там вас менеджер пихает и говорит, нужно вот выучить. Нет, а самим развиваться. И это тоже требуется, как видите, и это тоже нужно показать, когда мы говорим, если мы говорим про собеседование, да, то есть подчеркнуть как свою сильную сторону. Давайте еще посмотрим, да, вот, пожалуйста, это нормально, если у вас не очень большой опыт, да, то есть хотя бы базово ориентируйтесь в терминах тестирования, ну и так далее. То есть дальше зачитывать не буду. Как видите, в общем-то, ничего такого для стажеров, и как видите, даже это джуниорская вакансия, ничего такого сверхъестественного не требуется. Да, вы мне можете сказать, нет, ну как же, смотрите, тут и знания тест-трелл, там и джира, там еще что-то у нас тут было, да, знания SQL, знания языков программирования, но обратите, пожалуйста, внимание, это все из разряда желательно, да, не обязательно, но желательно. Опять-таки, если вы говорите, что мы на курсе изучали джиру, и я там создавала баги, да, вы умеете этим пользоваться, то есть это опять-таки говорит вашу пользу. Поэтому, значит, когда мы говорим про поиск работы без опыта, значит, первое, не надо тушеваться. Смелее, просто смелее ищите, отзываетесь на вакансии, описывайте себя с хорошей стороны, что вы знаете. Единственное, о чем я хочу вас сразу, скажем так, предостеречь, пожалуйста, пишите правду, потому что любая неправда, она совершенно быстро открывается на собеседовании, и тем самым вы просто создаете о себе негативное впечатление, понимаете, если вас, как говорится, улечили, то понятно, что от вас будет уже, ну, скажем так, несколько, ну, предвзятые к вам отношения уже. Как правило, про опыт, если, например, вы про себя пишете, что у меня есть опыт тестирования, на самом деле вы его не умеете. Довольно частый пример, который задает, ну, скажем, вопрос, который задают на собеседованиях, говорит, ну, расскажите, пожалуйста, о последней задаче, которую вы тестировали, расскажите о последнем баге, который вы обнаружили и так далее. Почему такие вопросы задают? Ну, во-первых, помимо понимания, да, что вы понимаете, какие слова вы произносите, какую терминологию вы используете, еще важный момент заключается в том, насколько вы умеете объяснять и коммуницировать, потому что если смотреть, там, я выписала такие содержательные части, но если смотреть описание вакансий, то везде встречается такое вот, например, умение взаимодействовать с командой, умение общаться, это есть практически в любой вакансии, это встречается, потому что действительно умение коммуницировать, оно крайне важно, да, пожалуйста, опять вот таки, взаимодействие с командой, это все важно, поэтому это тоже, на это, пожалуйста, обращайте внимание, это крайне важный момент, как вы это все рассказываете. Поэтому, когда вам задают вопрос о вашем прошлом опыте, о том, что вы делали, чем вы занимались, то ваш потенциальный работодатель, он как бы убивает тем самым сразу двух зайцев и понимает из вашего рассказа, насколько вы в теме, если вы говорите, что у вас есть опыт тестирования, ну и второй момент, насколько вы умеете коммуницировать, насколько вы умеете внятно доходчиво объяснять, что же вы делали на предыдущем месте работы, то есть поэтому на это обращаем внимание. Второй момент, о котором я уже начала говорить, это такие уже навыки, да, и вот здесь очень-очень большой разброс. Смотрите, там, например, опыт участия в тестировании онлайн-игр, да, то есть знания игровых и основных жанров и так далее. Где-то, ну, про базы данных, да, там, сервисов, базы данных и так далее. Ну, это, правда, желательно, но тем не менее. То есть если мы видим про базы данных, это значит, нам нужен SQL, нам нужно представление о том, что такое вообще из себя база данных представляет, или вот, пожалуйста, понимание, стека, технологии, толстый-тонкий клиент, API, объектно-ориентированное программирование, SQL. Ну, те, кто уже слушали, проходили курсы по, да, они знают, что мы там это все обсуждали, и про тонкий-толстый клиент, и про API мы обсуждали. Да, мы не обсуждаем там SQL, но это, у нас есть отдельные курсы для этого, основы и общее понимание объектно-ориентированного программирования, да, тоже те, кто проходит курсы тестировщиков, для тестировщиков у нас, они сначала проходят основы программирования баз данных, да, то есть там тоже это все рассказывается. То есть смотрим дальше, да, вот, пожалуйста, опять-таки, понимание, зачем нужна документация, различать чек-листы, тест-кейсы, тест-планы, да, то есть это опять-таки то, что на курсе проходится. Есть какие-то специфические требования, давайте сейчас, может быть, что-то, ну вот, будет преимущество знакомства с языками программирования, например, как один из возможных вариантов. То есть требования, как видите, да, вот там GitLab, то есть их очень много. То есть к чему я это все рассказываю? К тому, что объять необъятное невозможно за один раз. То есть, да, у нас есть дипломная программа, где мы много чего проходим, но не нужно думать, что вот я сейчас закончу дипломную программу, а потом еще пойду C++ поучу, а потом вот еще схожу там на отдельные курсы про TCP, IP еще послушаю, мне вот было мало в курсе ТПО, дай-ка я еще схожу и так далее. И у вас эта учеба, она может растянуться просто на года на самом деле, а работу вы так и не найдете, потому что вы ее не ищете. Поэтому, когда мы говорим о том, что, как искать работу, просто начните ее искать, мониторить вакансии. Причем смотрите и вакансии стажеров, и смотрите вакансии там младший тестировщик, джуниор. И даже я вам советую просматривать вакансии, где написано опыт от года, потому что на самом деле вроде бы написано опыт от года, а когда начинаешь вакансию читать, то там где-нибудь проскакивает о том, что, ну и без опыта тоже возьмем, если вы горите. Поэтому просматривайте все вакансии, мониторите их. Дальше смотрите, что вам ближе, что не ближе. Смотрите, что может быть нужно еще как бы подучить. Может такое быть. Например, вот мы в курсе не проходим SQL, хотя он часто требуется. Ну вот значит, подучить SQL нужно. Честно говоря, я бы вам советовала его учить в любом случае, потому что у вас выбор будет больше тогда. Но это вовсе не значит, что, скажем, без SQL вас не возьмут. Нет, почему возьмут? Есть вакансии, где это не нужно. Ну вот, пожалуйста, на слайде такая вакансия представлена. Не нужен. Тут SQL. Зато смотрите, знание 1С будет плюсом. Вот, пожалуйста. Вот. Следующий момент, о котором тоже обязательно хочу сказать. Не нужно отчаиваться. Очень часто бывает так, что когда беседуешь со слушателем, мне говорят, ну вот, я в одно место послала резюме, во второе место послала резюме, мне не отвечают. Ну и типа все, вот не берут меня на работу. Вы должны для себя очень четко понимать, что да, вакансий, в общем, достаточно много, но и претендентов много, поэтому выбор у работодателей есть. Поэтому резюме, да, будете рассылать, и вам не будут на них отвечать. То есть к этому нужно относиться вполне нормально и спокойно. То есть это... Есть такой момент. Еще один момент, почему могут резюме тоже ваши не рассматривать, отвергать. Нам, давайте скажем честно, не очень хочется сильно заморачиваться, и поэтому мы надеемся, что вот я сейчас создам одно резюме и буду его рассылать во все места, и все будет хорошо. Скажем так, этот подход, он работает, но не сильно. Гораздо эффективнее работает подход, когда вы под каждую вакансию редактируете свое резюме. То есть вот тут просят там опыт описания дефектов, написания баг-репорта. Ну, значит, опишите, какой у вас есть опыт. Если же, например, требуется что-то другое, да, там, понимание SQL, там, понимание продуктовых процессов и так далее, значит, пишите под эту вакансию. То есть если... Ну, вот я даже встречала такую рекомендацию, не знаю, правда, она насколько работает, что чаще всего вероятность отклика на ваше письмо будет, если ваше резюме, ну, будет повторять слова вакансии. Навыки написания тест-кейсов, да, вы пишите. Имею навыки написания тест-кейсов, там, учили на курсе, сдавала работу, делала дипломный проект, там, и так далее. То есть вот, повторяя, прям, слова из вакансии. Да, конечно, это гораздо более такой затратный подход, когда мы говорим о том, что, ну, что же я теперь, вот я там десяток вакансий сегодня выложили, я на них на все отзываюсь, и что же мне теперь их 10 штук писать и рассылать? Ну, конечно, без фанатизма, но еще раз повторюсь, когда вы вот так индивидуально подходите к описанию своего резюме под вакансии, то оно имеет, скажем так, выше шансы на рассмотрение. Ну, и опять-таки вы показываете то, что я и говорила, свое заинтересованность, да, именно вот в этой вакансии. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это карта знаний и навыков. Вот я вам дала ссылку, то есть это карта знаний и навыков для джуниоров. Но давайте скажем честно, там представлено, я вам покажу, очень много чего, как видите, да, такое, у-у-у, сколько всего. На самом деле, конечно же, не нужно думать, что нужно знать вот это, вот это все для того, чтобы начинать искать работу и претендовать на вакансии, потому что в этой карте, ну, например, там, уметь создавать тест-кейсы, чек-листы, и перечислено несколько программ. Это не значит, что вы должны их знать все. Достаточно иметь представление о какой-то одной из них, потому что они все примерно одинаковые, однотипные. То же самое там про бактрекинговые системы. То же самое. Достаточно иметь представление о какой-то одной из, скажем. Да, то есть это какие-то такие вещи там. Иметь, очень часто пишут, что иметь представление о разработке, о процессе разработки программного обеспечения. Да, ну, вот просто вам не нужно подгружаться в это глубоко. Вы можете просто вот набрать там в том же гугле, там, Scrum или SDLC, да, это жизненный цикл разработки. Что это такое? И посмотреть. Ну, да, мы это там в курсе, все это упоминается, мы обсуждаем, и это все. Но на самом деле, в принципе, вы можете это просто сами почитать, потому что для джонера не требуется какого-то такого глубокого погружения в эти все темы. Важно, чтобы вы имели представление, то есть, да, чтобы не было такого, что, а я вот тут решила стать хирургом, хочу пооперировать. Мне говорят, а вы вообще кости-то знаете? Да, название костей. Ой, нет. Ну, вот, чтобы было о чем с вами поговорить на первых этапах. Ничего такого. То есть, опять-таки, если вас интересуют, например, вам интересны мобильные приложения, ну, вот, поинтересуйтесь, да, что такое там мобильные фермы, какие девайсы, как их выбирают, да, какие они бывают, ну и так далее. То есть, это какие-то уже такие инструменты, которые, ну, да, наверное, тут уже, ну, можно и самим почитать, но, наверное, уже можно и на курс тоже сходить, потому что это важно. Поэтому я вам эту карту даю, ссылку на эту карту, но еще раз повторюсь, ни в коем случае не нужно думать, что вот пока вы это все не изучите, работу не ищем. Нет. И на курсе я всегда говорю, вот прям прослушали там первые два дня, что такое виды тестирования, что такое тестирование, и потихоньку-потихоньку начинайте мониторить, и потихоньку начинайте рассылать резюме, потому что на это нужно время, вы поймете, что вам нужно понять, что требует, что хотят видеть работодатели, и готовиться именно под то, что они хотят. Еще один такой лайфхак, сразу хочу вам тоже рассказать. Вы послали резюме, вас пригласили на собеседование, пожалуйста, обязательно прочтите, поинтересуйтесь в интернете, чем фирма данная конкретная занимается. Потому что, ну, когда приходит соискатель, и он говорит, что, да, я вот на сайте посмотрел, что вы делаете, вот мне это интересно, там, я бы хотела этим заниматься, это одно, да, когда у вас спрашивают, ну, вы примерно представляете, чем там наши фирмы занимаются? Он говорит, нет, ну, как говорится, опять-таки, вы показываете то, что на самом деле вы не заинтересованы, и, скорее всего, вам скажут, ну, наверное, вам будет неинтересно то, что мы вам хотим предложить. Поэтому мелочь, да, прочитать про фирму на их официальном сайте, но, опять-таки, это такой вот небольшой плюсик. Довольно часто меня спрашивают, а вот, ну, да, мы курс прослушали, и даже что-то там тренировались, все вместе дружно, и даже практическую работу писали. Ну, а вот где еще, где можно потренироваться? Ну, вот просто вот три сайта, они достаточно простые, но если вам хочется потренироваться, вот по этим ссылочкам можно пойти и просто поискать дефекты, которые там специально разбросаны для того, чтобы, возможно, чувствовать себя более-менее уверенно, даже в том числе и на собеседованиях, потому что нередко для начинающих тестировщиков, да и, кстати говоря, не только для начинающих, и для опытных тоже, задают какой-нибудь вопрос, типа вот там есть такая-то программка, как бы вы ее протестировали. Раньше все очень любили задавать вопрос, а протестируйте карандаш, но сейчас я должна сказать, что от этого уже почти все отошли, но на всякий случай поищите, погуглите в интернете, да, есть подробное описание, как тестировать карандаш. То есть если вдруг вы случайно нападете на тех, кто этот вопрос еще задает, ну вот вы будете во всеоружии. Другой тоже достаточно популярный такой вопрос, это тестирование треугольника. То есть мы его подробно разбираем в курсе, тут только скажу пару слов, да, на вход подается три числа, и программа должна сказать какой-то треугольник. Ну и вот там равнобедренный, равносторонний, разносторонний. Вот как будете тестировать такую программу. Тоже, в общем, достаточно частый вопрос, который задают. И тут такой маленький, я прошу прощения за отступление, у меня дочь работает тестировщицей, и она, ну где-то, ну, наверное, уже пару лет назад искала работу себе, и она ходила по собеседованиям, и ее раза три или четыре спросили про этот самый треугольник, и когда она пришла на очередное собеседование, ее спросили про треугольник, она так честно и сказала, что, вы знаете, я знаю, как его тестировать, меня уже три раза об этом спрашивали. Вот, на что работодатель поулыбался, сказал, ну, вы все-таки расскажите. Ну, и в итоге она сейчас там вот в этом месте работает, где она честно призналась, что уже три раза ее спрашивали про треугольник. То есть, да, бывают и такие вот казусы при собеседованиях, если мы говорим про собеседование. Поэтому, если хочется после курса потренироваться, то вот такие достаточно простые, незатейливые, которые не займут у вас много времени, но в то же время из разряда набить руку, почему нет, очень рекомендую вам эти сайтики. Ну, теперь про больное, про опыт, да, где взять опыт, потому что мне говорят, вот, везде, во всех вакансиях требуется опыт. Я говорю, нет, ну, как же, вот, смотрите, стажер, вот, джуниор без опыта и так далее. Мне говорят, да, конечно, но вот везде требуется опыт, где же его набраться. Ну, что, где набираться опыта? Периодически, опять-таки, в интернете, где еще, встречаются объявления, типа, а потестируйте нашу программу, а никто не хочет потестировать бета-версию нашей программы. Вы регистрируетесь, мы вам даем бета-версию, и вы ее тестируете. Смело отзываетесь на такие предложения. Да, вам за это ничего не заплатят, это чисто на интересе, но ваша задача получить опыт. Зато потом вот в резюме вы напишите, принимал участие в тестировании такой-то, такой-то программы. Ну, и потом, еще раз повторюсь, что по тому, как человек рассказывает, по тому, как человек какие слова произносит, всегда понятно, есть у него реальный опыт или нет реально. Поэтому, да, за бесплатно, но зато будет опыт. Ну, и, кстати говоря, как правило, на это тоже очень много времени не требуется. Это не значит, что если вы участвуете в таком тестировании, что от вас ожидают, что вы там 40 часов в неделю будете работать. Нет. Когда дают такие объявления, то там речь идет о том, чтобы тестировать за счет большого количества желающих. Ну, естественно, никто не требует от вас большой временной отдачи. А как набраться опыта и немножко подзаработать? Есть такое понятие, как краудтестинг, когда говорят о том, что, да, мы даем программу на тестирование, но это не тестирование, скажем так, как мы это разбираем на курсе, да, то есть с точки зрения качества продукта, нет. Краудтестинг – это поиск багов. Опять-таки, да, дают задание и говорят, вот, находите баги, и за каждый найденный баг мы вам что-то будем платить. Да, это тоже суммы маленькие, прямо скажем, но, тем не менее, да, то есть это уже не за спасибо, а это уже какие-то реальные деньги платят. Значит, наиболее такие известные платформы – это U-Test, конечно же, в первую очередь, как, наверное, самая популярная, самая известная, самая большая платформа. Тест-ю-ИО и Краудтестинг. Как видите, Краудтестинг – это на русском языке. U-Test и Тест-ИО – это для тех, кто умеет письменно общаться на английском языке. Но они больше, зато они больше. Давайте буквально пару слов, что это из себя представляет. Значит, как я говорила, U-Test, они были первой, и реально самая большая платформа, американская, поэтому, да, предпочтение там отдается тестировщикам американским, но, в принципе, больших, как бы таких вот, что, а, нет, вы не из Америки, нет, там нет такой дискриминации. Ну, единственное, что это немножко скажется на том, какие суммы вам будут платить, ну, наверное, это и все. Значит, как там все происходит? Заходите на сайт, регистрируетесь там, и первое, что происходит, вас пускают в песочницу. Это такие учебные проекты, в котором тоже нужно искать ошибки, и эти ошибки описывать. И дальше кураторы смотрят, дают вам какие-то рекомендации, насколько хорошо бы описали. Вообще, во всех вот этих краудтестинговых платформах самый главный и самый важный, скажем так, навык, который, скажем так, может быть определяющим, это умение описывать баги. То есть в песочнице вы учитесь эти баги искать и описывать. И, как я сказала, кураторы, они это все смотрят, проверяют, дают вам какие-то рекомендации. Если, скажем, у вас недостаточно знаний каких-то, то на ее тесте есть своя академия, там можно тоже подучиться. Ну, это, скажем так, это видеоролики и какие-то статьи про тестирование. То есть академию заканчивать вовсе не обязательно, если вы можете, скажем так, искать ошибки, но она может в каких-то ситуациях оказаться полезной. Но еще раз повторюсь, все это на английском языке. Ну, это из минусов, то, что английский язык. После того, как вы в этой песочнице поработали и как ваши кураторы дали добро, вас выпускают уже в настоящий реальный мир, в реальное плавание. То есть ваш портфолио висит на сайте и уже настоящие реальные работодатели, они как бы вам присылают задания. Задания там двух типов. Первые типы это выполнить тест-кейсы, то есть присылают готовые тест-кейсы и говорят, вот нужно сделать то-то, то-то, то-то. и оплата идет за выполненные тест-кейсы, но тут важно, как вы напишите отчет о том, что вы этот тест-кейс выполнили. То есть на это очень сильно обращают внимание. И второе это поиск багов. И тут нужно сказать, вот второй минус, очень жесткая конкуренция и битва за баги. Значит, почему? Как вы понимаете, тоже дают сразу одни и те же проекты дают разным тестировщикам. И, естественно, оплату получает тот, кто первый баг нашел, это раз, и во-вторых, достаточно хорошо его описал. Ну и вот тут те, кто слушал уже мой курс, сразу же меня и вспомнят, скажут, вот нам же говорили, пиши подробно, пиши по шагам. Там с этим очень жестко. То есть там прям за это ваш, вы можете найти баг, его могут отвергнуть только потому, что вы его недостаточно хорошо описали, а какой-то другой тестировщик описал тот же самый баг, но описал более подробно и заплатят именно ему. Поэтому на это, пожалуйста, обращайтесь внимательно. Сколько вы будете делать, как вы будете делать, тут все зависит от вас, от вашей готовности этим всем заниматься. Аналогичная платформа TEST.io, она тоже на английском языке, но суть от этого не меняется. Тоже регистрируйтесь на платформе, опять-таки тоже сначала проходите тест для того, чтобы вас допустили к реальным проектам, ну, а дальше уже выполняете реальные проекты. Но на TEST.io в основном поиск багов, то есть там меньше тест-кейсов, тут в основном поиск багов. А так, в общем, суть у них у всех трех платформ примерно одинаковая. Ну, и это не наша российская платформа, это платформа немецкая, просто сделана, ну, скажем так, отдельная, там много разных языков, в том числе и русский. То есть в чем прелесть, да, вы регистрируетесь на русском языке и опять-таки можете выполнять проекты на русском. То же самое, прежде чем вас допустят до реальных проектов, тоже вы пишете тест для того, чтобы кураторы, которые за этим всем следят, чтобы они понимали, насколько, вообще говоря, вы в теме и вам можно доверять реальные проекты. Ну, естественно, в случае каких-то таких моментов, спорных каких-то, может быть, ну, скажем так, что-то вам непонятно, да, то, опять-таки, с кураторами вы общаетесь на русском языке и это, конечно же, несомненный плюс этой платформы. Но она, конечно, немножко поменьше, если говорить про тот же U-Test, например, конечно, по масштабам они, краудтестинг, она, конечно, уступает U-Test, но есть вот такой вот несомненный плюс. следующий пункт, о котором хочется сказать, это фриланс, то есть, в принципе, есть несколько платформ, и даже вот я дала вам ссылки на русскоязычные платформы, где вы просто размещаете, скажем так, свое объявление и говорите я вот умею тестировать, готов тестировать, и работодатели просто дают какие-то объявления, на которые вы отзываетесь, давайте сейчас, это вот так вот выглядит, то есть объявление тестировщик под запуск проекта, требуется тестирование сайта, после разработки и так далее, и дальше вы отзываетесь на такие предложения, но должна честно сказать, что предложений, в общем-то, не очень много на этих платформах, а желающих, в общем, хватает, но тут тоже смотрите, как повезет, поэтому я бы не стала так уж совсем отказываться от такого варианта приобретения опыта, хотя тут шансы могут оказаться не очень велики, но в принципе, как говорится, если вы нацелились на получение опыта, то тоже вот хороший такой вариант, который можно рассмотреть. вот две платформы, я, даже три, три, Upwork, и Freelance, и Fail.ru, то есть в Upwork смотрите раздел QA и тестинг, то есть там встречаются даже такие поинтереснее, посложнее задачи, которые нужно делать уже более опытным, но есть и, вот как видите, ручное тестирование, так что есть тоже где попытать свое счастье на потренироваться. ну и в конце концов, как говорится, никто не отменял самим зайти на сайтик, потестировать, посмотреть, как поставить себе задачу, да, вот предположим передо мной задача протестировать вот этот сайт, как я буду это делать, тоже вполне себе подходит. это, конечно, вы не сможете записать в резюме как опыт какой-то, но это нужно как бы скорее, я бы сказала так, для вашего личного успокоения, что ли, я бы сказала так. Ну и, собственно говоря, что мы из всего этого проходим, да, то есть, как я уже говорила, ориентироваться в терминах мы будем прямо чуть ли не с первых занятий, ну, со второго, давайте скажем честно, и, как я уже говорила, начинаем искать работу. Кстати говоря, еще один момент, о котором я хочу сказать, что группы идут, в общем, достаточно часто, и практически в каждой группе есть люди, которые находят работу и начинают работать прямо в момент еще обучения. Ну, да, можно говорить о том, что им повезло, а я бы сказала так, они просто приложили некоторые усилия к поиску работы. Еще один вариант, который я не рассматривала и не рассказывала, это поспрашивать по знакомым, но я думаю, что вы и так знаете, ведь откуда-то вы узнали, что, что такое, что есть такая специальность тестирования, и что, вообще говоря, там можно работать и хорошо и интересно работать, вот от кого вы узнали, можно через них попытаться тоже поспрашивать, поинтересоваться вдруг что-нибудь и с этой стороны тоже выгорит, то есть, да, смотрим с разных сторон, где что можно зацепить. Значит, ну, а возвращаясь к тому, что вы будете знать после курса, знание теории, умение применять на практике, но вот тут с умениями, конечно, должна сказать честно, умение, то у вас приобретутся, если вы будете делать домашнее задание, если вы домашнее задание не будете делать, то, конечно, знание, то у вас будет, но умение ниоткуда не возьмется. Навык написания документации, да, опять-таки, вот смотрите, я прям честно взяла из предыдущих вакансий, из предыдущих слайдов, что вы будете уметь. Да, мы этим занимаемся на курсе и тест-кейсе, пишем и чек-листы, вот, кстати говоря, я видела в списке, есть люди, которые уже курс прошли, так что вот они не дадут собрать, что все это проходит и все это есть в домашних заданиях и все это есть в практической работе, так что эти навыки у вас тоже появятся, если вы честно просто их проработаете, да, честно выполните домашнее задание, честно сделаете практическую работу, все это будет. Точно так же, как знания тест-трейл и джиры, ну, как я говорила, все эти системы, тест-трейл это система для управления, хранения тест-кейсов, джира это система постановки задач, ее использую, она начиналась как бактрекинговая, сейчас она просто тасктрекинговая, в ней ведутся прям все задачи по проекту. Мы это все смотрим, вы это тренируетесь, пощупаете руками, поэтому это все будет. Ну, и понимание процесса разработки, конечно же, это вся наша тема, это тоже обязательно рассматривается, потому что, как вы видели, практически во всех вакансиях вот это вот понимание процесса разработки или иметь представление о процессе разработки, что такое тестирование, это встречается практически в каждой вакансии, поэтому, Поэтому, конечно же, это все есть. Нужно знать какой-то, желательно знать какой-то язык программирования. Если мы говорим про автотесты, то, естественно, нужно уметь программировать, чтобы эти самые автотесты писать. А если мы говорим про развитие и уж про заработки, то тут, конечно же, автоматизаторы получают больше, чем тестировщики ручные. Но тут тоже есть нюансы. Очень сильно зависят от ваших знаний и навыков, потому что, скажем так, если вы хороший опытный ручной тестировщик, то, скорее всего, вы будете получать или на уровне, или даже больше автоматизатора. Ну, скажем, сравниваем с начинающим автоматизатором и среднего ручного тестировщика, среднего, middle, который, скорее всего, он будет получать больше. Поэтому, но если брать среднюю температуру по больнице, то, конечно, автоматизаторы получают немного больше, ну, и у вас просто больше выбор. Ведь, когда вы ищите работу, вы же тоже для себя должны понимать, что, да, работодатели выбирают себе людей, тех, которые им интересны. Но, с другой стороны, и вы со своей стороны, вы же тоже выбираете. И чем больше у вас будет знаний и главных навыков, тем больше у вас этот выбор будет. То есть уже не от отчаяния я пойду сюда, потому что, ну, все, мне уже надоело искать работу, и я хочу уже хоть где-то поработать. А вы будете выбирать тот вариант, который вам более интересен. Поэтому, да, чем больше знаний и навыков, тем вам будет интереснее и больше будет ваш выбор. Поэтому, да, про дипломную программу тоже не могу не упомянуть. Ну, и, собственно говоря, про курс. 40 часов. Опять-таки, вот те, кто слушал, они могут подтвердить. Очень сжато, очень, скажем так, необходимый минимум. То есть вот то, без чего можно, конечно, искать работу, но тогда вам придется вот все, что проходится на курсе, пролопатить самим в интернете. Да, это возможно. То есть ни в коем случае не хочу сказать, что вот только мы эксклюзивно имеем в виду специалист, и больше, ну, никак. Так, нет, можно это все найти, наверное, в интернете, но это будет так, вот на заборе написано. Вот, поэтому есть много полезного, хорошего, но есть и много мусора. Вот так, что хотела рассказать про поиск работы. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что поиск работы – это тоже работа. Этим нужно серьезно заниматься. Даже просто, вот, скажем, специалисты по поиску работы, они говорят о том, что да, нужно ходить на собеседование просто хотя бы ради того, чтобы научиться не бояться этих собеседований. То есть вот поиск работы – это работа, и это тоже нужно учитывать, когда мы рассуждаем про поиски работы, когда мы рассуждаем, как, что нужно знать, что говорить о собеседовании, что не говорить. То есть это навык, который вырабатывается только на собеседовании. Значит, возвращаясь к собеседованиям, еще один момент, о котором я хочу сказать. К сожалению, нет такого, что вот вы пришли на одно место, вас одно и то же спрашивают. Вот тот пример, который я приводила про треугольник – это скорее исключение, чем правило. Могут спрашивать все, что угодно. Очень часто, кстати говоря, обращаю ваше внимание, спрашивают просто какие-то логические задачки, задачки на логику. Ну, например, грустные лягушата сидят на берегу, зеленые лягушата всегда плавают там, а все ли лягушата веселые. Вот что-то в этом духе. То есть такие задачки тоже довольно часто спрашивают, если мы говорим про собеседование. Ну, наверное, это все, что я вам хотела рассказать, и я готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, еще раз. Меня слышно? Да. У меня такой вопрос, я вот написал резюме о себе, как стажер QA, вам можно его отправить, чтобы вы посмотрели с точки зрения работодателя? Оно интересное, интересно, я правильно написал, может, что-то убрать, что-то добавить? Спасибо. Я поняла. Смотрите, вы, конечно, направить можете, и я вам отвечу, но фокус заключается в том, что, к сожалению, я не могу вам дать такое вот хорошее заключение, потому что чаще всего резюме смотрят HR, и они смотрят совсем-совсем по-другому. У нас в специалисте есть, скажем так, Ольга Белова, которая проводит такие консультации, у нас даже есть бесплатный курс по поиску работы, именно вот с точки зрения, как написать резюме, там, что писать и так далее. Поэтому я вот советую еще и туда, но, в принципе, да, можете прислать, но еще раз повторюсь, что мое мнение не показательно в этом плане, но отвечу, конечно. Спасибо. А можно вашу? Возраст является ли помехой, чтобы войти? Значит, вот здесь очень сложный момент. Сейчас я адрес напишу. Мой адрес еушакова собачка специалист точка ру. Лис точка ру. Вот мой адрес. Значит, смотрите. Конечно, есть проблема с возрастом, и, как говорится, с моей стороны было бы, наверное, неправильно говорить о том, что такой проблемы не существует. Но она не более, чем в других видах деятельности. И я бы даже сказала, что в тестировании, скажем так, возраст, он тоже играет роль. Конечно, с удовольствием больше берут все-таки более молодых. Но это не является каким-то таким вот непреодолимым препятствием. Тем более, если вот вы пишете, что у вас есть опыт программирования, ну, то есть даже пусть как хобби, то я бы сказала так, что чем старше, тем, конечно, найти сложнее. Особенно, если мы говорим про возраст после 50, конечно, ну, это потребует дополнительных усилий, безусловно. Но у вас зато есть хороший плюс, да, вот видите, вы программируете. Ну, спасибо, Алексей, за добрые слова. Надеюсь, вам понравится. Образование, инженер по качеству, стандартизация сертификации. Можно обыграть как плюс? Конечно, конечно. Мы же говорим о том, что такое тестирование, да, это контроль качества. И часто говорят, что это, ну, когда говорят про тестировщиков, конечно, не совсем было бы верно говорить про IQA, но так очень часто пишут, поэтому да, это ваш несомненный козырь, безусловно. И, конечно, об этом надо обязательно писать. Еще вопросы? Ну, я рада. Вы знаете, я когда готовилась к курсу, к этому семинару, то у меня, конечно, было как бы двоякое, ну, двоякое ощущение. С одной стороны, мне хотелось показать вам реальную картину и ни в коем случае не говорить о том, что, ой, все идите и вас с распростертыми объятиями возьмут, потому что это, ну, как бы немножечко не так. Все-таки конкуренция есть, и это не надо сбрасывать со счетов. А с другой стороны, мне не хочется вас очень сильно, что называется, запугивать, чтобы вы сказали, ой, нет, туда вообще в тестировании не пробиться, даже пытаться не буду. Нет, вакансий много, тестировщики требуются и начинающие тоже тестировщики. Вот, кстати говоря, давайте я вам просто покажу, если у меня сейчас осталась эта закладочка. Вот, свеженькие вакансии сегодня смотрела, посмотрите, 119 вакансий по Москве джуниоров. Так что я считаю, что это не, скажем так, не совсем вот мало-мало, поэтому надо пробовать, надо пробовать, надо этим заниматься. Тестирование на госслужбе имеет свои особенности? Нет, не имеет. Тестирование на госслужбе имеет. Тестирование.com. И для начинающих тестировщиков она, конечно, весьма и весьма соблазнительна. Давайте я вам в чат напишу. Савин. Не помню, как точно пишется, поэтому напишу. Тестирование. А вот дальше .com, если я правильно помню. Вот так это. Ну, в общем, если вы погуглите, наберете Савин. Тестирование, то вы ее сразу увидите. Значит, в чем плюс этой книги? Очень хороший язык, легкий, приятный, даже так, несколько с юмором пишет, скажем так, что очень для начинающих привлекательно. Но он описывает очень специфический взгляд, который может оказаться работодателю совсем не близок. И если у вас будут спрашивать, что вы читали, и вы скажете, что вы читали Савина, в большинстве случаев к этому отнесутся более-менее благосклонно. Опять-таки, из-за разряда, ну, человек хоть чем-то поинтересовался, но может произвести обратный эффект. Если говорить про каких-то более серьезных авторов и, скажем так, для начинающих, то я советую опять-таки поискать книжку Сэм Каннер. Она есть бесплатная в свободном доступе, можно поискать, можно поискать Майерс. То есть это такие вот, скажем, более, скажем, так, всеми признанные авторитеты, которые писали для начинающих тестировщиков. Так, еще есть книжка, по-моему, Куликова. Давайте сейчас посмотрим, может, неправильно говорю. Да, Куликов тестирование, совершенно верно. Можно вот эту почитать книжку? Она, ну, несколько тяжеловата для восприятия, но если... Ну, опять-таки, я вот вам перечислила несколько книг, это не значит, что надо их все прочитать и только потом искать работу. Нет, можете прочитать что-то одно, поскольку, как я говорила, для тестировщиков без опыта достаточно иметь представление общее, о понятиях, да, не путаться в видах тестирования. И, в принципе, как бы на первых порах этого будет достаточно. Еще вопросы? Ну, что ж, если нет вопросов, то спасибо вам большое за внимание. И удачи вам в поиске работы и в дальнейшей работе, конечно же, потому что поиск – это только начало.